Наш гость Игорь Семёнов, главный врач медицинского центра, косметолог и трихолог. Ну, давай косметологию сегодня оставим Даше, а поговорим о волосяном покрове человеческом, поскольку я понимаю, что трихология – это как раз всё, что отвечает за волосы. Или поправь мне? Да, Леш, это такое узкое направление большого раздела медицины, дерматологии, потому что волосы, они являются неотъемлемой частью самого большого нашего органа – это кожа. Кожа занимает больше двух с половиной, там даже квадратных метров. Поэтому это, если, например, страдает кожа, то, естественно, страдают волосы. Но причин, проблемы с волосами бывают великое множество, и они не только, и не столько бывают в коже. Давай начнём с каких-то простых идиотских вопросов. Почему волосы в основном растут на голове? Как так случилось? Как, в какой момент человек стал вот человеком, разительно отличаясь от его собратьев по эволюционной лестнице, которые покрыты шерстью все, а человек только вот где-то вот здесь? Ну, я уже там про частые случаи не говорю. Ну, это уже теория Дарвина, эволюционная, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что когда мы стали надевать на себя тёплые одежды, начиная от шкур и уже касательно сегодняшних всех способов одежды, то волосы являются у нас таким атовизмом, который не выполняет те функции, которые выполнял в животной среде. Поэтому, ну, остались только те поверхности, которые, собственно говоря, и сейчас остаются без покровов. Потому что, посмотрите, большое количество людей, практически мало кто надевает головные уборы, и в лучшем случае это накинули капюшон, добежали до машины и дальше побежали, даже в 40-градусный мороз. Вот и всё. А потому что прическа. Никто ещё не придумал такую шапку, которая бы сохраняла бы прическу. А все хотят выглядеть красиво. Ну, потому что волосы – это социальный статус, показатели здоровья. Правильно, волосы на голове, уже их наличие – это неплохо, а если это ещё красиво там уложено, ну, проще говоря, волосы на голове человек превратил в нечто большее, чем просто волосы. Это какая-то форма прически, это вот что-то модное. Цвет, стиль. Это то, что, да, вот постоянно человек с этим экспериментирует. И, естественно, большая трагедия, если с волосами что-то происходит. И переходим к второму вопросу, который касается вот основных проблем. Что плохого может случиться с волосами? Ну, давайте начнём с того, что волосы, первое, что хочу успокоить, то волосы имеют определённую сезонность в выпадении. Это весенний-осенний период. То есть период такой своеобразной линьки, которая существует у животных, и это нормально. Но если волосы выпадают в количестве от 80 до 150 штук в день, при этом я сразу говорю, не надо заниматься их подсчётом. Дождись, 80 до 150 в день, это к субботе ты лысый. Нет, совершенно нет. Мы на консультации трихологические, пациентам всегда рассказываю, показываю, что из каждого отверстия, откуда выходит волос, выходит примерно 2, 3, а то и 4, например, волосы. Всё зависит от генотипа, фенотипа человека и расовых всех состояний. И каждый волос находится в своей фазе роста, в своей фазе развития. Их очень много. То есть количество на квадратный сантиметр бывает до 300 волос на квадрат. Поэтому вот эта такая потеря, она не критична. Но если этот процесс продолжается 2, а то ещё и 3 месяца, тогда уже стоит забить тревогу, когда поредили виски, пробор поредил. Именно об этом, когда мы себя видим в зеркало, чаще всего пациенты на это обращают внимание. А почему это происходит? Причин много. И сами вы не всегда сможете разобраться. Если вдруг волосы ни с того, ни с сего начали быстро выпадать, то первый секрет и первый такой лайфхак, вы отмотаете примерно время на полтора, а то, может быть, и 3 месяца назад и вспомните, что у вас там происходило. Это может быть стрессовая ситуация, это может быть приём антибиотиков по поводу простуды, ну, какие-то личные там моменты, да. Вот психологически. Очень много на фоне стресса, очень много психосоматических проблем на сегодняшний момент. Это выпадение волос, это расплата за цивилизацию, за то, что у нас существует. Это всегда такая инертная история? То есть между выпадением волос и какой-то первой причиной должно пройти вот это время, полтора-три месяца? Да, это обязательно, потому что у нас, если что-то случилось, что-то произошло, у нас есть всего лишь две недели такого переходного типа, переходного момента, когда... Ну, наверное, поэтому подзаконодательству необходимо, чтобы 14 дней человек обязательно отсутствовал на рабочем месте. Вот. И затем волос переходит уже в фазу покоя, которая продолжается полтора месяца, полтора месяца, и здесь две недели, то есть примерно два, плюс-минус. Это тот период, который найдёт, вы найдёте с основной причиной. Человек неизбежно теряет волосы, имеется в виду, это происходит с возрастом, и количество уменьшается. Просто я вспоминаю, что когда я был молодым и красивым, сейчас я просто красивый, волос было заметно больше. Не могу сказать, что их сейчас нет, всё вроде нормально, но вот густота, конечно, вот в начале жизненной фазы, в общем, была прекрасна. Со временем их стало меньше, и я хочу понять, по какой причине? Ну, во-первых, по первой причине, потому что их, в принципе, становится меньше, то есть существует определённый такой пул заложенных стволовых клеток, которые идут на восстановление волос. С другой стороны, у нас с вами есть, у нас, Алексей, с вами, у мужчины, есть очень хорошая, с одной стороны, и плохая вещь, да, это такой гормон, который называют тестостерон, и все эти виды его изменений, которые происходят, очень-таки глубинные на клеточном уровне, они, собственно говоря, и приводят к тому, что нам приходится мыть голову чаще, и при этом терять волосы быстрее, нежели чем для женщины. У женщины есть своя собственная защита, это эстрогены, женские половые гормоны, которые в хорошем состоянии защищают её вплоть до преклонного возраста. То есть причина какой-то потери волос со временем, она гормональна. Да, да, совершенно верно. Тестостерон в таблетках, в инъекциях, чтобы... Не дай Боже, пожалуйста, никогда не применяйте... Во-первых, это противозаконно, да, во-первых, должно назначаться только врачом и по показаниям. А вот, ну, мельдония-то такая хорошая активность. Ну, я вообще, для меня все вот эти вещества, это одно название. Это практически витамин, который, кстати, работает. Кстати, работает, ну, без рекламы. В плане волос здесь такая история. Если пациенты, ну, чаще всего это спортсмены, которые занимаются активными видами спорта, для которых необходима высокая выносливость, применяют либо таблетированные, либо инъекционные препараты, анаболические стероиды, то у них процесс выпадения волос ускоряется в разы. Поэтому иногда в молодом возрасте даже, например, нет особой предрасположенности, а генетика имеет большую роль. Но и в 18-19 лет мы можем иметь такое количество волос, как, ну, три волосинки в два ряда. Ну, здесь фактов очень много, и если это действительно вас беспокоит, то, конечно же, ну, вперед к врачу, к дерматологу, к трихологу. Ну, естественно, мы поможем. Наука хоть и молодая, но перспективная. По этой причине люди лысеют по-разному. Кто-то прощается с шевелюбой после 25-ти, кто-то там лишь... И до седых волос, да, преклонных ходит с волосами. Конечно, здесь генетика, она имеет наипервейшее значение, и переносчиками генов раннего, более раннего облысения у мужчин являются все-таки женщины. Поэтому наши мамы, бабушки, они могут не лысеть, а мы можем повысить. Про седину. Это также, в общем, абсолютно мы обречены на это. И по какой причине волос меняет цвет, структуру? Нет, я бы не сказал, что мы на что-то обречены. В плане седых волос это, ну, единственная проблема. Волосы просто теряют цвет, потому что в них в клетке перестает вырабатываться меланин, то есть который обеспечивает и загар кожи. Ну, причины могут быть разные. Это может быть генетическая ситуация, когда в более раннем возрасте, ну, все в семье, все в поколениях обязательно сидеют рано. Это не проблема. Вернуть цвет волосам мы можем одним, единственным только способом, это с помощью окрашивания больше ничем. Ну, это все решаем. А если с возрастом, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже. Если вдруг, ну, вы не отмечаете, что есть наследственная такая ситуация, и вдруг волосы начали ледить, то задайтесь вопросом поиска причины. Это может быть нагрузка на печень. Она может быть привычной в виде курения, в виде алкоголя, в виде каких-то таких неправильного питания, то есть нагрузка на печеночный аппарат. И нарушение всех процессов метаболизма в этом главном одном из наших органов, оно в том числе приводит к изменению окраски волос. Ну, то есть все вот эти излишества нехорошие, негативно влияют на все, и на волосы. И на волосы в том числе. На волосы. А они влияют еще больше, потому что там самые маленькие сосуды микроциркуляции, и если кровоснабжение ухудшивается, то... Вот эти стрессовые ситуации. Ну, просто возвращаясь к каким-то историям, да тот же вид, вот он выходит и весь седой. Правда, реально испуг или какой-то мощнейший стрессовый фактор может мгновенно вот... Посидеть, привести к посидению? Ну, здесь мгновенно нет. То есть волосы все равно, они растут из глубины на глубине примерно там до полутора, двух, трех, иногда там четырех миллиметров. То есть достаточно глубоко. И чтобы волос вырос, да, вытянулся, чтобы эта седина была заметна, это должно пройти, ну, хотя бы около месяца. Но визуально, почему это происходит? Потому что в стрессовой ситуации гораздо быстрее происходит выпадение, такое интенсивное выпадение волос, и седина, она как бы становится более видной. И поэтому мы говорим о том, что волосы, ну, это так, относительно средеет моментально. Если все нормально, с гормональным фоном, ну, и вообще как-то вот волосы чувствуют себя нормально, и вы живут своей какой-то естественной жизнью, какие факторы им... Как продлить вот эту густоту и пышность? Сколько раз мыть голову или не мыть вообще? Как все это влияет? Как за ними ухаживать? И если что-то вот... Что такое уход за волосами? Ну, уход за волосами может подобрать не только врач, но и грамотный, хороший парикмахер, потому что парикмахеры сейчас, мастера, стилисты, они приходят и к нам на консультацию для того, чтобы понять, что своим клиентам можно сделать, да, с помощью современных косметических, косметистических препаратов. Мыть голову по частоте... Ну, во-первых, подбор шампуня должен подбираться под состояние кожи головы. Непитательный шампунь для волос, непитательный там какой-то... Если у вас кожа головы жирная, а волосы у вас сухие, то шампунь должен быть все-таки для жирной кожи головы, себорегулирующий. Бальзам должен подбираться под состояние стержней, потому что иногда выпадение волос не из... не из корня происходит. А с учетом того, что просто... А всегда должна быть эта связка? Шампунь энд бальзам? В одним шампунем... Если у вас нормальное, хорошее расчесывание, если волосы... Вы питаете хорошо, изнутри они подприкреплены, ну, и у вас нет необходимости в бальзаме, да, ради бога, пожалуйста, не применяйте. Кроме того, что компания зарабатывает на этом деньги, в чем функция бальзама вообще? Функция бальзама в улучшении стержня структуры, потому что когда волос из глубины вырос, то по стержню это уже неживая материя, состоящая из белка и микроэлементов. Больше ничего глобального в волосах нету. И поэтому там есть чешуйки, которые так вот наподобие черепицы оплетают стержень волоса. И чтобы не было расслоения, необходимо оплетать этот волос каждый раз. А в следующий раз, когда мы помыли, то мы эту пленочку убрали и все. Частота вот мы тебя как... Частота... Раз в день. Ну, приучать волосы, так скажу, да, приучать волосы к более редкому мытью, ну, это, наверное, самая глупейшая вещь, которую могут делать люди. Если требуется мыть голову ежедневно, то есть каждый день, ради бога, мойте. Я привожу простой пример, который понятен всем всегда. У нас у всех с вами есть кожаная обувь. Мы пришли с улицы, мы ее помыли, да, там, натерли, высушили, там, все, что нужно, сделали. Это мертвая кожа. А за живой кожей мы, ну, не считаем необходимости ухаживать. Я считаю, что это не целесообразно, неправильно. Если это заставляет вам причину, и вы помыли голову в 7 утра, а в 12 часов она уже жирная, как будто бы, как пациенты говорят, там, чебуреками обтерли, да, но это то, что говорят наши пациенты. Но это отражает характер. Тогда уже стоит обратиться к доктору и понимать, почему. Потому что, ну, не всегда проблема в неправильном уходе, возможно, и скрытый состояние. Если вот этот процесс выпадения волос запустился, и это уже визуально заметно, эту историю можно повернуть вспять? Можно как-то или уже надо готовиться либо к пересадке, либо там, как и к другим еще? Ну, во-первых, на пересадку еще не каждого возьмут. Так, между прочим, да, на секундочку. Еще классические хирурги не с каждым пациентом будут работать. Это так. А в плане пересадки не надо так себя нацелить, иначе вы действительно к этому придете. Если волосы ни с того ни с сего начали выпадать, и вы уже видите поедель, ну, вы сходите хотя бы к врачу. Ну, не надо вот пользоваться... Когда я проводил аналитику, на каком этапе приходят пациенты к врачу, это одно из последних мест. Они пошли, значит, по народным советам, да, пошли по советам подруги, последовали советам, не знаю, там, соцсети и различных волшебных средств. И только потом, когда уже, ну, как я говорю, пытаемся запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, приходят к доктору, и иногда мы, правда, говорим, что мы не сможем глобально вернуть ту густоту, которая у вас пришла. Так можно ли вернуть? Можно, можно, если эта причина поддается естественному лечению. Если мы не потеряли время, и мы четко, ну, при консультации скажем, можно или нет. Иногда мы, честно говоря, нет, но мы говорим, до какого результата мы сможем с вами добиться, потому что, ну, есть уже необратимые причины. По опыту, как часто действительно удается откатить эту историю назад и вернуть какую-то там степень густоты, приемлемую для пациента? Если это диффузное выпадение, волосы выпадают по причине стресса, после беременности, после родов, ну, здесь практически 100%, если мы ран захватили, не пришло все это в хронь, то, конечно, мы вернем то, что было. Если это гормонозависимый процесс, по мужскому типу, по женскому типу, то здесь мы четко пациенту говорим, что ему можно и нужно делать, и до какого результата мы сможем добиться. Потому что есть определенная классификация, она достаточно такая сложная, но пациенты сами понимают и готовы на это идти. Не всегда это то, что какие-то инъекционные методы, но это чаще всего, естественно, каждодневное применение различных препаратов, стимулирующих рост волос, укрепляющих их, но с ними тоже нужно быть крайне-крайне аккуратными. Последний вопрос успеваю задать. Из таких бытовых, вот о которых люди часто спрашивают, все-таки головной бор, ну, это не лучше для прически, но как бы действительно это губительно. Да, ну, Леш, ну, по крайней мере, я думаю, что мы с тобой моем голову, наверное, каждое утро. Утром высушили, уложили, побежали, наверное, не с вечера, потому что волос гораздо дольше сохраняет объем. И что мы сделали утром? Мы расширили сосуды, мы улучшили кровообращение, мы выскакиваем с вами на мороз, даже на 10-ти градусный, и сосуды начинают резко сокращаться. Поэтому примерно сегодня у нас 14 февраля, да, примерно к 14 апреля, а то, может быть, к майским праздникам, у нас может быть чуть больше упадения волос. Поэтому мы с тобой не будем удивляться, если мы не носили головные уборы. Ах, мама, все-таки ты была права с этой шапкой. Ну что ж, большое спасибо, Игорь Семенов, главный врач медицинского центра, косметолог, трихолог о качестве и росте волос. Мы говорили сегодня, надеюсь, вы подчеркнули важные сведения, которые позволят вам максимально долго вашу шевелю сохранять вот в том виде, который бы вам хотелось. Сейчас немного рекламы. Игорь Семенов,